Добрый день, дорогие зрители, уважаемые друзья Библиотеки иностранной литературы и Болгарского культурного института в Москве. Приветствуем многочисленную аудиторию портала Министерства культуры Российской Федерации, Культура РФ. Я рада сегодня начать наш цикл «Болгарские сезоны в иностранке». И в этом цикле у нас еще один цикл – это «Женские лица болгарского искусства XX века». Я рада вам представить, если к нам присоединилась другая публика, что мы ведем эту передачу очень давно, с 2019 года, с замечательным кандидатом в искусство развития и экспертом Болгарского культурного института в Москве Майей Промотаровой. Я хотела бы перед тем, как представить, Майя, тебе слово, представить еще наших уважаемых сегодня спикеров и гостей передачи, которых ты любезно пригласила. Наша передача посвящена сегодня, конечно же, крупнейшему болгарскому хореографу Маргарите Арнаудовой. И сегодня у нас эксклюзивная возможность пообщаться с Олесей Понтикиной, хореографом и дочерью Маргариты Арнаудовой. Олеся, здравствуйте! Мы очень рады, что вы сегодня смогли принять участие в нашем эфире. И благодарим вас за то, что вы сегодня с нами. Здравствуйте! Благодарю за приглашение. Очень рада, что вы предприняли такое действие. Извините, мой русский, я буду говорить по-болгарски. Да-да-да, все прекрасно. И у вас прекрасно получается говорить по-русски. С нами сегодня Румен Рашев, хореограф, один из ярких представителей болгарского балета в мире. И это тот человек, который работал с Маргаритой Арнаудовой. Румен, здравствуйте! Очень рады, что вы сегодня с нами. Здравствуйте! Добрый день! Спасибо большое за приглашение. И спасибо большое за эту инициативу. Чтобы было будущее, надо вспоминать прошлое. Так что Маргарита Арнаудова – это прошлое болгарского балета. И надо его вспоминать. Майя и Мария, наш переводчик, сегодня с нами связываются и с Софией. То есть такие вот три мировых точки. Я продолжу дальше представлять сегодня наших спикеров. Это уже упомянутая Валерия Федотова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник отдела искусства стран Центральной Европы Государственного института искусствоведения. Здравствуйте, Валерия! И благодарим вас за постоянство, участие в наших передачах и, конечно, ценнейшую информацию, как эксперта искусствоведения. Спасибо! Я бы хотела с удовольствием представить нашего переводчика, который переводит героев всех наших программ. Это Мария Ширяева. Мария, здравствуйте! Вскоре мы услышим в вашем переводе многие тексты. И, наконец, я передаю слово основному модератору, мотору наших болгарских сезонов в иностранке, Майе Проматаровой. Майечка, тебе слово. Здравствуйте! И чтобы вы себе представили нашу географию сегодняшнего видеомоста, я спросила педагога, хореографа, бальтмейстера Румана Рашева, «Ну, где уж находится Сан-Сальвадор?» И он мне сказал, это конец света, 10 тысяч километров от Софии, уже сколько от Москвы, я себе представить не могу, но где-то Сан-Сальвадор или Эль-Сальвадор государство находится, как я поняла, между Батемалой и Гондурасом. Но это далеко не всегда было так. Румана Раша был связан очень тесно с болгарским балетом, с Маргаритой Арнаудовой, которая наша сегодня главный герой. И мы об этом еще много с ним поговорим, как и с Олесей Понтикиной. Она не только дочь Маргариты Арнаудовой, она хореографа балета «Арабеск», с которым тесно связана жизнь Маргариты Арнаудовой. И, конечно, Валерия Федотова, по-моему, чуть ли не единственный специалист, который занимается современным болгарским искусством в России. И всегда для нас очень важна ее точка зрения. У нее всегда интересные ракурсы и пересечения. Почему Маргарита Арнаудова? Ответов может быть очень много. В первую очередь мы так-то всегда немножко интересуемся юбилеями. И 80-летний юбилей Маргариты Арнаудовой был поводом для спектаклей театра «Арабеск». И я на одном из них была. А вот совсем скоро будет еще один такой спектакль. В чем замечательность этого театра, сама Маргарита Арнаудова в ряду своих интервью отметила. Это такой театр, в котором пересекаются классический танец и современный танец. Это не театр, который основан на одной технике. Мы к каждому спектаклю применяем разные техники. Об этом сегодня тоже поговорим. Но мне хотелось как-то еще раз посмотреть на ее биографию в связи с персонами, жизнь которой связала с Маргаритой Арнаудовой. И очень часто сама она, да и в книгах, немало книг о ней было написано. Вот я сейчас, может быть, одну из них покажу, которую сегодня снова листала. И в ней и фотографии от спектаклей с Руменом, и с Олесей Понтикиной. Так всегда упоминается в первую очередь, кто был первым учителем Маргариты Арнаудовой. Всегда говорят, что это замечательнейшая балерина, хореограф и преподаватель Нина Кираджила. И вот представьте себе, я буквально сегодня к моему стыду узнала или вспомнила, или сообразила, что через четыре дня мы будем отмечать 110-летие от рождения Нины Кираджевой. И мне хочется каким-то образом сегодняшнюю передачу посвятить и педагогу Маргариты Арнаудовой, этой выдающейся женщиной, воспитанницей и немецкой балетной школы, она была ученицей Мэри Бигман, и русской балетной школы, она была тоже воспитанницей Гиттиса, как и Маргарита Арнаудова. В общем-то, вся наша серия о женских лицах искусства Болгарии 20 века, мы пытались найти персоны, которые получили свое образование и каким-то образом начинали свой путь благодаря русским педагогам. Но до того, как путь Маргариты Арнаудовой из Болгарии перешел в Россию, у нее было начало, и оно было связано именно с Ниной Кираджиевой, которая, кроме того, что была действительно видающимся новатором болгарского балета, она танцевала роль Денны вне стенарки Галиминова в постановке Марии Димовой, одна из тем, которые волнуют Валерию Федотову. Другое имя, которое я хочу еще упомянуть, по линии важных таких персон, которые встречала по своему пути Маргарита Арнаудова, это, конечно, Анатолий Васильевич Шатин, о котором, может быть, кто-то знает, что танцевал в молодом балете Горского, кто-то другой знает, что он основатель балета «Остров танца». Говорят, что с Баланчаным у него пересекались пути, но это тоже интересная тема, и она всегда, Маргарита Арнаудова, в своих интервью говорила, что это не только выдающийся человек балета, а еще человек, у которого не было никакой настойчивости, чтобы изучали именно его балеты. Он создавал предпосылки для абсолютного творчества молодых его учеников и коллег. И еще одно имя – Маргарита Васильевна Рождественская. Я сегодня вообще-то узнала, что она, будучи педагогой Маргариты Арнаудовой, Маргарита училась у нее в Детисе исторический танец. Но я сегодня опять узнала, что она была у них, то есть рождественский композит, дирижер ее внучат и племянник. И он даже ей содействовал в написании книги, которая эта выдающаяся балерина, которая была в свое время участвована в русских сезонах, Дягилева, будучи уже профессором Детиса, написала. Но если эти учителя такие столбы по пути Маргариты Арнаудовой, то я бы хотела несколько имен еще упомянуть по линии композиторов, с которыми она работала, потому что эта выдающаяся женщина работала и с классиками, которыми могла, ну, в общем-то, быть по написанным партитурам ее работы с музыкой Прокофьева, Малера, любимого Стравинского. Она вообще-то начинала с «Жар птицы». Но что для меня очень важно, что она своей энергией, талантами изумительным, хореографом создавала балеты. И только, я сейчас даже где-то записала, как в два последовательных года, это было в 80-х, видимо, очень интенсивный период ее жизни, она была в лучшем смысле художественным провокатором двух болгарских выдающихся балетов. В 83-м году «Барьер», который написан с музыкой Ангела Котова. Сегодня я вдруг сообразила, что этому композитору тогда было 30 с чем-то лет. Вообще-то совсем-совсем молодой композитор. И в 84-м году это был балет «Тень», о котором мы сегодня еще не раз поговорим. И я рада еще раз подчеркиваю, что с нами Рума Рашев, который работал над этим балетом. И чтобы не продолжать свое вступление, я надеюсь, что мы будем вести наш разговор в свободном порядке, мне бы хотелось предоставить возможность Олесе Пантикиной сказать что-то до того, как мы начнем смотреть видео. У нас нет звука с Олесей Пантикиной. Мы подождем немножко. Может быть, до того, как включится Олеса Пантикина, мы попросим Румана Рашева сказать несколько слов о Маргарите Арнаудовой и его работе с Маргаритой Арнаудовой. Я хочу дополнить. Она тоже работала, она поставила «Легенду о возере». Это балет нашего самого большого композитора Панча Лодигеров. Только в этом же году Панча Лодигеров умер, но мы работали с его сыном. Александр Лодигеров, он был дирижером спектакля. И, конечно, она работала с Марин Гулиминов нестенарком, нестенарком, которая поставила «Воробет» и потом поставила полная версия в театре, в Трофи. Так что у нее очень большая связь с болгарскими композиторами. Да, спасибо за дополнение. И, насколько мне известно, есть конкурс современных хореографий, который заждется именно на музыку болгарских композиторов имени Маргариты Арнаудовой. Есть конкурс. И младен хореограф. Алися, может быть, мы уже вас слышим? Чувате ли ме? Да, прекрасно. Чувате ли ме? Чудесно. Понеже разговора е много обемен за нея, трябва от някъде да започнем биографично. Тя завършва наистина при Нина Кираджиева балетното училище и заминава по разпределение във Варна като балерина. Но поскольку аж те ви прикасвам, не буду перебивать, поскольку разговор будет очень объемным, я предлагаю взять биографию за основу и по биографическому принципу начать этот разговор. Она действительно, Маргарита Арнаудова, действительно обучается Нина Кираджиева и по основу концерти она танцует в жар птицу в постановки Нина Кираджиева. И много голямата българска балерина и педагожка Лили Берон винаги е казвала, че тя съжалява, че Маргарита Арнаудова не е продължила да танцува. И большая балерина, велика балерина Българии Лили Берон всегда отмечала, що очень съжалее, че Маргарита Арнаудова не продължила своя танцевальна кариера. Действително, това се виждаше в начина по който тя показваше на танцорите своята хореография. И по-настоящему ето било видно, кога она показвала актерам, танцорам своя хореография на своем примере. Тя показваше изумително и се смееше, че всъщност тя не е спряла да танцува, защото сега танцува всички роли в постановките си. Она демонстрировала движение с изумительни грации и е отмечала, що она так и не е перестала танцевать, поскольку танцует все свои роли във всех постановках. Докато е балерина във Варна, се появява възможност да се яви на прослушване за ГИТИС, за специалността балетна режисура. Те време, кога она танцует в Варни, балерини, служат в театри, появляется възможност явиться на конкурс. Конкурс бълъв обявлен ГИТИСъм в Москве, специализация, стажировка. Тя няма намерение в този момент да получи висшето уси образование, но любопитство, тъй като има такова намерение, по принцип, иска да види какви са изискванията. У нее нет никаких идеи уезжать в Москву, продължать обучение именно как хореограф, но и за любопитство она решает посетителите в конкурс, посмотреть какие требования, що там за екзамена. Тя винаги казва, че имала намерение, но не в този момент. Она говорит, що как мисля, как идея мно намерение била, но как време, не в този момент. Оказва се, че я приемат. И е казала, що я приняли. И интересното е, че на този приемен изпит тя прави дует по музика от Лешник от Рушачката и го прави на боси крака. Интересно, що на приемен екзаменята танцует дует, отрива къс щелкунчика и делает это в басими нагами. Тя създава хореография за такъв дует. Приемен изпит за балет. Т.е. она създает хореография от такова дует и показва. За периода в ГИДИС тя казва, че института дава огромна обща култура про свой период обучения в ГИДИС и она говорит, що ГИДИС институт да и създает огромна база общи культури. Счита за особен късмет, че попада в класа на Шатин. Счита е особо удаче, че ей удалось попасть в клас Шатин. Тя е една от най-добрите във випуска. Това показват рецензиите за нейния дипловен спектакъл, характеристиката от Шатин, която тя има в документите си. После окончения наказа с едно из самых лучших учениц в своем випуске, как ме можем об этом судить, об этом говорят рецензи и то, как отзваватся Шатин и пишат характеристики на Маргариту Арнадова, на своя ученица. Интересна любопитка е от този период, че поставяйки задача в процеса на обучението си, тя е работила с Екатерина Максимова. Очень интересный факт, что во время обучения ставя какие-то номера, танцы, постановки, а ей удалось поработать с Екатериной Максимовой. Тя прави една миниатюра с нея, която е била много популярна. Она ставит ей миниатюру, которая оказывается очень популярной. Я записываю. Это дипломный спектакль прави в Казанский театр зооперый балет «Пепеляшк». Дипломный спектакль она ставит в Казанском театре зооперый балет, это «Золушка». Извини, я только да помню. Следуйте за все ее жизни. Сколько раз она «Золушко» делала? Четири пъти. Четири пъти. И между другото и четирите имат различен акцент и в каждой из постановок разный акцент. Другой. За първия си спектакл в Казанския театр тя казва, че има изключителния късмет да работи с диригента Алмаз Манасипов. А с моим первым спектаклем в Казанском театре она говорит, что мне изключително повезло работать с дирижером Алмазом Манасипова. И спектакълът е прият като изключително свеж. И спектакли отзываются как об очень свежи постановки. Има прекрасни рецензии, които сега ми е трудно да цитирам. Да, прекрасны рецензии въшли. Сейчас мне очень трудно их процитировать. Там танцуват всички от персонажите до фигурите като бащата на принца или който обикновено е артист от Миманса до метлата, чайника, стрелките на часовника. Всички танцуват. В этом спектакле танцуют все. Не только главни роли, которые обычно появляются с пас, какими-то номерами, но и папа, отец, принца, метла, чайник, чашки, стрелки, часов. Все танцуют. Интересно е, че единствената... Понеже реалистичните персонажи са толкова поетични и забавни, имам предвид Пепеляшка, принца, придворните, че на рецензента му се е искало самите феерични сцени да бъдат по-приказни. Тоест, всичко е било приказно и по някакъв начин вълшебството вече не е изглежало толкова приказно. Интересно, що в рецензии появилось тако мнение, що главни герои, сказочни персонажи, принц, сама Золушка, придворни, феи, они оказались настолько реалистичними, настолько астроумними, що рецензент сказал хотелось би в фееричних сценах, по-больше сказечности. Тоест, настолько сказечно е казалось постановка, що сказечности е казалось недостатъчно. Да. И след дипломирането си тя отива в Харков, в Академичния театър за опер и балет, където в продължение на пет години поставя няколко големи, многоактни балетни спектакла. После окончания Гитиса она уезжає в Харков в Академичния театър опера и балета и за несколько лет ставя несколька многоактових спектакли. А отива в Харков, защото се жени за моя баща, Артур Пандыкин, който е нейнса студент от Гитис, също хореограф. А почему еде в Харков? Потому, що виходи замуж за моего папу, Артур Пандыкина, он е ее сокурсник и тож е хореограф. Там прави отново пепеляшка, в която този път акцент, кулминацията е била точно тази сцена, която не е достигала в предишната постановка. И там она ставит опять же Золушко и акцент совершенно другой. Акцент буде на той сцени, каторая не е датягивала до сказечности в предидущи постановки. Там се среща с художника Леонид Андреев и с младия тогава диригент Леонид Джурми, за които казват, че те били триумвиратът на младите. Триумвиратът на талантливите, младите млади. Там она встречается с художником Леонидом Андреев и с младим дирижором Леонидом Джурми и их називае триумвиратът младих, триумвиратът талантов. Другите постановки, които тя прави през този период, това е легенда за любовта на Меликов. Еще постановки, над которыми она работа в тази период, това е легенда Любви Мелика. И Дон Жоан по музика на Гобаренко, на каменния господар, който тя прекращава отново в Дон Жоан. И так же она ставит Дон Жоан, на самом деле е така не гост Кобаренко, но она его снова переназвает на Дон Жоан. Разбира се още доктор Охболи, Прометей, в който така заподозират бунтарството и като третира темата за властта. Так же детски спектакль, доктор Айболид, Боб Рометей, в котором подозревает бунтарски дух и възступления против власти, каките революционни ее възступления. До сега в Харков си спомнят Дон Жоан. Аз имах късмета да отида там преди десетина години. До сих пор в Харкове споминаю Те и о Дон Жоан. Меня была така удача в моя жизнь е поехать в Харков 10 лет назад. Всички, които са работили с нея, говорят с невероятен респект и с много топло чувство. И все, кому удалось поработать с Маргарита Ернаудова, отзываят с уважением и с очень тепло чувство. Солистите в Дон Жоан и изобщо солистите на Харковския театр тогава Светлана Коливанова и Теодорко Песко. Светлана Коливанова и Теодорко Песко прима балерина и балетист в Харковском театре. Които са танцували главните партии в много от нейните спектакли и специално в Дон Жоан. И една им танцували главни роли в ее спектаклиха, особено в Дон Жоан. Са възстановявали Дон Жоан преди години. Попытали си възстанови Дон Жоана несколько лет назад. И даже тази година ми изпратиха един дует от Дон Жоан, който те са включили в юбилеен концерт по случай голяма годишнина на театъра. И даже в едно году ми е отправили дует, каторът ни възстановили и включили в юбилейна концерт по поводу юбилея театра. Любопитно за Дон Жоан е трактовката. Изобщо в нейните спектакли винаги има съвременен поглед към тези големи класически сюжети и сериозни музикални произведения? Дон Жоан е самая любопытна е трактовка и вообще хореография Маргарита Арнаудова отличает очень современный взгляд на класически сюжет и какие-то современные акценты в том, что уже давно установилась как класика. Тъй като аз не познавам тези спектакли ми се видя много любопитен коментар поскольку не знакома эти спектакли ми очень любопытно показався коментари. Че Дон Жоан като безогледен съблазнител что Дон Жоан как съблазнитель си позволява в края на спектакъла да съблазни статуята на командора. Позволяе в конце спектакля себе съблазни статуя командора. И он успел. И той спява. Да, все получается. Статуята го обгръща с плаща си. Статуя закрива е в своем плащом. И в този момент той започва да прилича на командора. Той губи себе си. И в етат момент он сливает с образом командора он теряет себя. Той приема неговите жестове започва да се вкаменява. Он принимает те же жесты. Он начинает каменять. Изтръгва се с много усилия от този плащ. С огромными усилиями он вырывается из обяди командора из этого плаща. И умирает. То е Дон Жоан тук е всъщност по-скоро като образ на свободомислието и на свободолюбието противопоставен на командора като знак за закон, ред, власт и норма. То есть получается, что Дон Жоан съединяе в себе образ свободомислия, свободолюбие и противопоставляется в этом образе командора, который лицетворяет закон, власт, порядок. След периода в Харков или по-скоро по-време на този период в летните месеци, тя поставя и в българските оперни театри, класически спектакли, многоактни. После харьковского периода, а скорее във време летних каникул, Маргарита Арнаутова работа с българскими театрами опера и балета и тоже ставит многоатни спектакли. Докато се стига до момента в който тя прави сътворението на света в Стара Загора. И тут ме подходим тому моменту, кога въходите спектакли за створение Мира в Стари Загори. По музиката на Петров, Андрей Петров. И този спектакъл е бил толкова впечатляващ, че на следващата година тя получава първо покана от тогавашния ръководител на балет Арабеск Пенка Енчева. Що на следващи год она получает приглашение тъгдашни руководители трупа Арабеск Балет Арабеск Пенк Енчевой да постави с трупата на Балет Арабеск програма от четири миниатюри. Постави с трупа Балет Арабеск програма, създай програма из четирех миниатюр. Това е впечатляващо, тъй като от създаването си Балет Арабеск работи главно с чужди хореографи, които поставят за трупата. И это очень неважный шаг, потому что с момента своево създания Балет Арабеск работат с иностранними хореографами, которые ставили какие-то только номера. Първият български хореограф поканен да работи с трупата. И фактически Маргарита Арнаудова е первой български хореограф, которого пригласили поработать с трупа. И от следващата година, тъй като Пенка Енчева е била временно изпълняващ ръководител на трупата, след като тя е останала без ръководство, Маргарита Арнаудова е поканена да оглави трупата. И уже с следващия година Маргарита Арнаудова завод возглавить трупа, поскольку Пенка Енчева была временно исполняющей директором, исполняющим в тот момент, в тот период, когда у балета не было художественного руководителя. Олеся, может быть, мы сейчас начнем показывать визуальный материал, потому что у нас очень богатый визуальный материал. Он, конечно, не очень высокого качества, если говорить о видео, но мы все-таки решили, что покажем его. Но до того, как мы покажем короткие видео, я бы попросила показать первый материал, который мы увидим Маргариту Арнаудову и она сама немного расскажет о себе о том, как начинала в балете. Пожалуйста, дайте первое видео. Я вспомнился много часто за моими преподавателями и за Нина Кираджиева, в классе я, в частности, первый педагог. При ней я започну доучу балет. В четвертое отделение, когда я поступил в балетное училище, я был еще первый педагог. Я был еще исключением я часто вспоминаю своих педагогов. Нину Кираджиеву фактически она была моим первым учителем, с ней начала заниматься балетом, когда поступила в балетное училище. Исключительно музыкальный человек, очень артистичный, так что весь мой фундамент в профессии был заложен ею. С большой любовью я вспоминаю своего педагога в Москве Анатолия Васильевича Шатина. Он мне преподавал ведение в профессии балетмейстера. Он был исключительной личностью, великим хореографом 30-х годов. Очень интересная фигура. Он ставил спектакли в театре балета «Остров танца» в Центральном парке Горького. Исключительное явление в тогдашнем Советском Союзе. Что такого мне было особенно ценно в его курсе? То, что он нам не показывал образцы своей хореографии, как делали некоторые педагоги, заставляя нас заучивать целые куски. Он же хотел, чтобы мы сочиняли сами и очень умело нас направлял. Он был очень требовательным и дал мне огромный начальный заряд. До сих пор я вспоминаю его советы, его требования, его рекомендации, и это дает мне ориентир в моей профессии балетмистера. По сути, мое поступление в ГИТИС оказалось чистой случайностью. Тогда я была еще очень молода, после окончания балетного училища я танцевала всего два года, когда узнала, что объявлен конкурс под специальностью балетной режиссура в Москве. Конкурс проводился в Болгарии. Я решила поучаствовать, чтобы просто познакомиться с требованиями. У меня тогда пока не было намерения заниматься постановкой спектаклей, хотя я все время мечтала создавать постановки, сочинять балет. Так что я просто пошла на разведку, хотела посмотреть, что там за экзамены, какие критерии отбора, хватит ли мне сил подготовиться. Но обстоятельства сложились так, что я прошла конкурс и уехала на стажировку. Так что в какой-то степени это было случайностью, по времени. Мне казалось, что еще рано, но как мысль, как идея, это, конечно, случайностью не было. После окончания ГИТИСа я стала работать. Хотя нет, я стала работать балетмейстером уже на последнем конкурсе института, когда обычно студенты проходят практику. Меня пригласили поставить спектакль в Казанском театре оперы балета. И там появилась моя первая постановка «Золушка». В этом театре я проработала целый год и с удовольствием вспоминаю этот период, потому что мне очень повезло поработать с людьми, которые помогли мне сориентироваться в профессии. Как дирижера Маласипова я вспоминаю по сей день. Он научил меня работать с партитурой, с дирижером. В институте, конечно, все изучают фоноу, чтение партии, но одно дело теория, а совсем другой практик. Особенно, когда ты встречаешься с маэстро, Алмазом Маласиповым. По окончанию ГИТИСа я поступила на работу в Харьковский театр оперы и балета. И там проработала балетмейстером где-то 7 лет. Это был период, который оказал огромное влияние на мое формирование как хореографа. Там мне посчастливилось поставить один из самых масштабных спектаклей. Речь идет о Донжуане, Викторе Губаренко, очень известного на Украине композитора. Появилась и легенда о любви Арифа Меликова, Прометей, Аристокосиана, Золушка, доктора Айболита. Когда я вернулась в Болгарию, мне предложили стать руководителем балетной труппы «Арабеск». Тогда они остались без руководителя, переживали один из самых трудных периодов своей истории. Хотя можно сказать, что в истории данной труппы всегда были трудности, но этот раз, почти год, они существовали без балетмейстера. Почти не появлялись спектаклями, в основном гастролировали в провинции. Для них это был очень сложный период. И когда мне предложили возглавить труппу, я не могла сказать, что приняла это предложение с большим энтузиазмом. Но до сих пор я работаю там, в «Арабеске», причем с огромным удовольствием. До этого я имела дело с очень большими труппами. Казанский театр оперы и балета, Харьковский, все это академические театры с очень сильным составом, более ста человек. Я ставила спектакли и в «Софийской опере», и в «Старой Загоре», и в «Руси», и в «Варне». Так что «Арабеска» остается самым камерным составом, с которым мне доводилось работать. И это самый мой любимый состав. Может быть, потому что тут условия работы очень непростые, и остаются работать только те, кто может выдержать эти испытания. И остальные просто уходят. Поэтому работа с такими энтузиастами совершенно иного уровня. А и от хореографических постановок для «Арабеска» я получаю больше удовольствия. Видимо, малая форма и больше повышение. Не то, что классически. Лабайно. Спасибо большое, Мария. Спасибо за видео. Истината е, че тя работи във всички жанрове възможни, във всички формати и форми на танца. Правда, в том, что Маргарита Арнаутова работала со всеми возможными жанрови във всех возможных жанрах, във всех возможных форматах, формах. Както многоактни балети, камерни едноактни балети, така миниатюри, така в телевизия, кино, оперета, опера, мюзикал. Это были многоактни балети, едноактни, и миниатюре, и оперета, и мюзикал, и на телевидение, и другие номера. И она очень умело обращалась с эпохами и бережно обращалась с эпохами с всеми стилими. Но изненадващото за всички е как тя с своята классическа закваска проявява таков афинитет к съвременния танц. Но для всех оказалось удивително как тя класическа възпитание все равно победил в ней съвременния танец, съвременна хореография, в кътът интерес к съвременности все же въшла на клейния. Тя е първия мисля български хореограф, който си дава съзнателно сметка, че за да правиш съвременни постановки трябва да познаваш съвременните танцови техники. И она може бъде първи български хореограф, катори съзнателно ацнил, то, щоб делать съвременно хореография, нужно знать, разбираться в съвременна стиля хореографически. И започна последователно чрез работата си в Арабеск и като директор и като хореограф да се стреми да обучи трупата, да внесе тези техники, да ги направи част от арсенала на тази трупа, чрез който да се създават нови спектакли. И постепенно являясь балетмейстером, руководителем трупа Арабеск, она взяла възвалена на себе обязанност обучить трупа этим техникам създати вот етат инструментариум, арсенал, как изобразителни средства, чрез катое она буде уже ставить определенни хореографически номера. Още първият хореограф, когато тя кани в Арабеск, той поставя една програма в стил в техника Греем и в джаз. Три едноактни пиеси, една от които е в техника Греем, другата е джаз, след което двамата тогава водещи солисти на трупата заминават при него да се обучават доста дълго време на място в тези техники. Румяна Маркова и Георги Михов. Первый хореограф, которого Маргарита Арнаутова приглашает для работы с балетной труппой Арабеск, ставит свои номера в технике Марты Греем и джазовой технике, и солисты обучаются в этой технике от хореографа, а потом уезжают, чтобы дополнительно освоить эту технику, и таким образом проявляется уважение и знание. Дорогая Алисия, мы должны чуть-чуть все-таки быстрее идти, потому что жизнь Маргариты Арнудовой такая богатая. Я книгу показывала, там очень большое количество спектаклей в Арабеске, в других больших театрах Болгарии, отдельно в оперных театрах мира. Я сегодня читала воспоминания о том, как она была в театрах оперных Испании, там ставила в операх отдельные балетные части. Но может быть мы сейчас покажем пару видеокусков и предоставим слово потом Валерии Федотовой, чтобы подойти уже к диалогу с Руминым, потому что иначе нам времени будет достаточно, если ты согласна. Конечно. Така стигаме именно до два от нейните емблематични спектакъла – Пролетно тайнство, отказ от който ще видим сега, и Нестинарка, който тя прави веднага на следващата година след Пролетно тайнство. Това са два спектакъла с много дълъг живот и с много сериозно място в нейното творчество и изобщо в българската хореография. Таким образом, да, мы подходим к двум эмблематичным спектаклям из «Арсенала» Маргариты Арнаутовой. Это «Весна священная», отрывки из которого мы увидим, отрывочек маленький, и Нестинарка. И эти спектакли имеют исключительно долгую сценическую жизнь и остаются на вершине фореографии. И я еще раз извиняюсь за качество, но хоть какое-то представление мы получим, пожалуйста, второе видео. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за кусок. И у нас еще два куска. Это уже Нестинарка. Олеся, это один кусок балета «Арабеск», а один цапийской оперы. Я правильно напомням? Да, естествено взела съм кулминационната сцена в Нестинарка, Нестинарския огън. В първия вариант това е от Нестинарка «Сюита», първата версия на Нестинарка, която тя прави за балета «Арабеск» през 1978 година. Тя е камерна. Да, я взяла два отривка, кулминационна сцена, Нестинарския огън называется, Нестинарския огън. Първата е каймерна версия в 1978 году е наделайцата «Сюита». Просто за сравнение, показана е малка част от шествието с съпровод на удари на тъпан, преди да започне самия ритуал танцуване върху огън. Просто за да се види графичността, изчистеността на тази форма и веднага след това малък отказ от голямата постановка на Нестинарка, която тя прави през 1986 година с балета на националната опера, в който вече тя е разгъната като огромно плътно живописно, макар че запазва хореографскиято ядро на старата Нестинарка. В первом отрывке вы увидите шествие, я хотела бы показать вам графичность этой постановки, шествие в аккомпанементе с ударами в барабан, перед самими танцами на углях, это первый отрывок, а вторая это глобальная постановка в Софийском театре оперы и балета, ядро самой Нестинарки камерной остаётся, но всё же это очень значительное произведение уже с несколькими акрами. Те са направени на босик ръка. Целият ансамбл на Софийския балет танцува на босик ръка в невероятен екстатичен такъв начин и прекрасните солисти на балета на Софийската опера. Бисердиянов, Павлина Гелева, Евгения… Бисердиянов, Павлина Гелева, все прекрасные солисты Софийской оперы, вы увидите, обратите внимание, что вся группа танцует босыми в экстазе, как и полагается Нестинаром, они танцуют босыми на углях. Всё это воссоздано, чтобы показать и подчеркнуть этот особый танц. И я только хочу добавить, что кроме визуального рисунка и графичности, и всех техник, о которых говорила Олеся Понтикина, добавлю только суждение Галиминова, который говорил о глубоком драматизме, который раскрывается в этих двух спектаклях танцем Маргариты Эрнаудовой. Я попрошу третий и четвёртый кусок без перерыва, чтобы было понятно сравнение Арабеск и Софийская опера «Кульминация на стенарке». «Кульминация на стенарке» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Очень захватывает этот экспрессивный танец, и я думаю, что Валерия Федотова, еще раз благодарю, что она сегодня с нами, скажет несколько об этом, и не только в куске, а вообще о традиционной стенарке в болгарском балетном театре. Ну, я прежде всего хочу сказать, что Валгария очень балетная страна, ведь не случайно первый международный конкурс был в армии, это в послевоенное время, это первый во всей Европе. И еще, я буду кратко говорить, еще мне хотелось бы, конечно, сказать, что творчество Арнаудова, оно столько в себя включило и столько в себя впитало, и это, видимо, великий талант, что она могла все это реализовать в своем искусстве, потому что вы подробно рассказывали о ее биографии, и я имела счастье тоже с ней познакомиться, там такие нити идут просто со всех сторон. Конечно, здесь безусловно, вот и моя статья этому была посвящена, предыдущая, о связи немецкого экспрессивного танца и болгарской хореографии. Притом я уже не первый раз об этом пишу, потому что это очень важная тема. Это экспрессивный танец, но не экспрессионистский, а экспрессивный. Но вместе с тем, можно говорить, совершенно ясно, что это экспрессионистский балет, и надо сказать, что экспрессионизм вообще в Болгарии очень сильное течение, хотя, может быть, это сразу как-то, может быть, не все думают, что это связано только с Геомиллион, нет, это очень плотно вошло в культуру, и надо сказать, что сама постановка, я, конечно, могла видеть только на фотографии, постановку еще Марии Димовой того времени, это была ведь даже афиша, даже афиша мюнхенского исполнения, вот этот невероятный разворот, это абсолютно экспрессионистское. И надо сказать, ну и сама тема Петканова, безусловно, и тут и Мария Димова, и все это, конечно, было удивительно, все прервано, конечно, с трагическими событиями войны. И огромное счастье, что вот Нина Керанджиева, Керанджиева, я даже видела их фотографии вместе с Маргаритой Арнадо, передала эту традицию. Вообще болгарское хореографическое искусство, вот предвоенное, оно богатейшее. И именно в Болгарии, помимо, конечно, классической линии, практически почти все балетные крупные танцовщики, они так или иначе были связаны со свободным танцем, экспрессивным танцем. Кто-то учился в Берлине, кто-то... И вообще вот для меня, как человек, который, так сказать, относится к другой культуре, с одной стороны, с другой стороны болгарская, для меня родная тоже, я вижу, как творчество Арнаудовой вписывается. Там мы видим Бельсарта, Далькроза, Лобана, Марию Вигман. И вот так это последовательно мы видим, как это развивается. О чем можно сказать, что, собственно, явление, все искусство Маргариты Арнаудовой, оно выходит за рамки национальными. Это, безусловно, она представительница современной хореографии послевоенной. И вот то, что я... Я видела это только на фотографии. Я их включила даже в свою статью. Я хочу сказать, что это, конечно, экспрессия, талант и мастерство. Пластическое, невероятное пластическое мастерство. Надо сказать, что болгарская хореография народная, богатейшая. Тут и музыка, конечно, и ритмика. Музыка вообще болгарская, я считаю, одна из самых богатых. Сравнив ее с латиноамериканской. Скажу, что она богаче. Хотя Латинская Америка такая большая, а Болгария, она не такая по территории большая. Но там очень много всего наслоевалось, многие-многие века. И это вылилось, конечно, совершенно изумительно. Ритмическую и мелодическую выразительность, фактурную, тембральной музыки. Ну, а музыке особая роль. Поэтому то, о чем я сказала, конечно, то, что я рассматриваю ее творчество, именно вот в этой какой-то большой линии, которая дала огромный толчок вот этого нового понимания. Потому что что-то было, и Мария Димова была, и все. Но потом, после войны, конечно, это было непросто. Потому что у нас был свободный танец совсем закрыт. И люди, которые этим занимались, они просто, так сказать, можно сказать, изгонялись. Хотя в России очень большая традиция свободного танца. И Далькросс сюда приезжал, и все учились у него. И была, конечно, Асидора Дункан, это всем известно. Но потом это все было очень закрыто. И Болгарии, я думаю, тоже не было. Но сохранились люди, которые очень близко. Они передали эту традицию. Еще два слова скажу, что, конечно, «Весна священная» и «Нестенарка» – это два произведения, которые посвящены ритуалу. И это очень важно. Вот Маргарита смогла вот это передать, вот эта неистовость. Кстати, это шло и у Марии Вигма. Но для немцев это был как-то уход к каким-то истинным, каким-то глубинным токам человеческого сознания. А для Болгара это очень естественно. Кстати, впрочем, как и для русских. Поэтому вот здесь, безусловно, можно сказать о каких-то вот именно параллелях и отзвуках. Но, безусловно, Маргарита Арнаудова абсолютно своеобразный, оригинальный хореограф. И там это даже не сплавы. Это уже что-то иное, какой-то на мета-уровне это все происходит, ее восприятие. И, конечно, она, безусловно, впитала очень многое. И я могу только сожалеть, что я не так пока еще много видела. Биографические вещи, конечно, благодаря статье Яневой, книге Яневой Анелли Яневой. Анелли Яневой я, конечно, прочитала. Она, кстати, была одним из авторов моего первого сборника болгарского. И она писала об этом. И я хочу сказать, что я намерена заниматься этим вопросом. Я считаю, что ее творчество, вся ее деятельность уже, ну, помимо того, что в Болгарии уже довольно известна, книга есть в России малоизвестна, к сожалению. И пришло время научного осмысления всего этого феномена, феномена современного танца в Болгарии. Я многое благодаря этой книге и другим материалам, конечно, знаю. Но меня очень интересует, например, лично, я знаю, что Маргарита Арнаудова была и в Париже, и была в Нью-Йорке. И, конечно, вот эта традиция современного танца французского, и там даже арпы, и все прочие там, ну, он бельгийц, но все равно мы как-то считаем француз. А то, что американского вообще, ведь Пина Бауш училась там, она немножко старше, но очень близко. Хотя они совсем разные, конечно, Пина Бауша совсем другая. Но все равно мы можем видеть. Вы знаете, я нашла фотографии, я их в своей статье привожу, где Герман, идет танец Герман, арабеск, да, и, кстати говоря, Вильман. Это просто вот такие, не повтор, нет, а это именно параллели. Да, это такие параллели. Я это привожу в своей статье, которую я уже об экспрессионизме, но, в принципе, вот там большая часть этого свечи. И мне очень интересно, как она, мне важно, как она оценивает американский балет, как она оценивает Марту Брехов, как она оценивает Пину Бауша. Да, кстати, Вильман дружила с Грэхом, с Грэхом, я даже, можно сказать, она с ней дружила. Потому что там все это очень переплетается. И хореография. Спасибо, что вы меня пригласили. Мне было безумно это интересно. Я надеюсь все это увидеть на записи. Майя, я очень благодарна, что меня всем пригласят. И, конечно, я очень благодарна присутствующим здесь танцовщику и, конечно, хореографу замечательному Олесе. Спасибо большое, Валерия. Я надеюсь на дальнейшие контакты, потому что мне очень нужны материалы. Особенно отзывы со стороны, потому что я уже говорила, что статья моя будет посвящена именно какому-то международному отзыву. К сожалению, арабеск в России был только один раз. Да, это мы поправим книгой или статьей. Спасибо большое, мы прощаемся с Валерией, которая должна на прогон спектакля пойти. Еще раз спасибо. И перед тем, как мы вернемся к фотографиям книг, но хроники, но уже новым образом, уже в диалоге Румына Рашева с Олесей Понтикиной, я хочу только продолжить мысль Валерии. Как замечательно, что такой человек, рожденный хореограф, как Маргарита Арнудова, о которой говорят композиторы, что когда начинала репетировать, она знала все до длин нот, в общем-то, всегда готовая на репетиции, как будто у нее балеты складывались в голове, и при всем этом она всю свою жизнь продолжала учиться, я дополню, география, она еще в Кёльне училась, она постоянно развивала, изучала разные техники, как-то их вплетала в свой собственный метод, это всю жизнь учиться, может быть, это действительно признак таланта большого, я бы даже сказала гениальности, это признак таланта, потому что ему всегда мало, ему хочется идти вперед, он видит все время новое и создает. И создает, и главное, создает с улыбкой, я читала очень много воспоминаний Маргарите Арнудовой, все говорят, что всегда была улыбка, всегда было такое расслабление вначале, как будто все мы прекрасны, и потом очень жесткая и серьезная работа хореографа, который заранее в голове уже увидел всю партитуру. Я бы попросила сейчас начать уже, спасибо большое, Валерия, еще рад, я бы попросила сейчас, вот, начнем с этой фотографии, где эта улыбка такая замечательная, этой хрупкой девушки, балерины, мастер, хореографа, балеты, которого объездили, можно сказать, я не знаю, Олеся, мне поможет, сколько стран мира. У меня даже записано очень много стран. Очень много стран, и даже после того, как она ушла, ее балеты продолжают свое шествие по миру, и я буду благодарна, чтобы мы рассмотрели эту коллекцию фотографий уже в диалоге Олеси и Румена. Пожалуйста, уважаемые гости. Ако Румен иска нечто да каже по-обственно за нея. Если Румен хочет что-то добавить и сказать от себя. Я понимаю болгарски и русски. Я для зрителей перевожу. Я понимаю, что вы... Спасибо. Очень много тем затронули, если не знают, куда начинят. Может, не верно, с нестенаркой. Учителя Маргарита Нина Кирадзеева она не была танцовщик классической. Она была современной, она училась в Германии. Она танцевала в Лебедином озере у Дилио как ведьма на бассейне. Она никогда на пальцах не танцевала. И она была первая, которая танцевала в нестенарке Мария Димовой, и потом она поставила свою версию нестенарки. Так что это традиции модернного танца, немецкого танца, о чем говорила Валерия, это уже идет в Маргарите с ее школьных лет. Она училась у учреждения, которая представительна немецкого танца в Болгарии. Кирадзеева никогда не танцевала на пальцах. Она была модерной, экспрессивной. И эта экспрессивность у старых болгарских балерин идет с того, что раньше театр оперы и балета был вместе с драматическим театром. И они все общались с артистами театра драматические. И поэтому они были такие все экспрессивные от того времени. Гениальные Лили Берон, Валя Рергова, Кулчакова, Кирадзеева. Хочу и по-моему, там была ее большая сила. Я танцевал большие спектакли, по спектаклям больших, она поставила «Легенда о возере» и «Тен», которые ничего не говорили о «Тен», «Тен» это был очень интересный спектакль. Кстати, у Олеси есть видео с генеральной репетицией, и в YouTube есть тоже маленькие куски, которые я поставил «Стен». это болгарского комбината Текилеев. Ага. И очень интересный философский спектакль. Я работал с Магериней «Пандерсену и Шварцу». Да, «Шварц». Пьеса «Шварца» «Тен» и музыки болгарского комбината Текилеева. К сожалению, очень мало танцевала в Софии, но все-таки это осталось, это осталось, потому что это был очень ключевой такой спектакль с творчеством Азнаудовой. Нестя Нарка, которую она поставила в «Арабейске», она получила премию, награду, приз в Венгрии, на фестивале Венгрии. Магериня получила приз, как называется, лучшая трактовка фольклора в балете. национальный спектакль, как справился? Национальный спектакль, лучший национальный спектакль, это сценарки в Венгрии. Моя жизнь, 11 лет, 11 лет мы работали вместе. В 1973 год к нам поставили «Легенду о озере» на музыку нашего большого композитора Панчо Водигеров, который в том же году умер, он не мог прийти на премьеру, но дирижер спектакля был его сын Александр Водигера. И потом меня Марита пригласила в Арабельск в 1981 году и до моего ОЕС. Извините, пожалуйста, я немножко забыл русский, потому что здесь не с кем разговаривать. Мы работали все время вместе, ездили вместе. Она мне пригласила, я давал уроки в компании и танцевал в компании. И святил все, все, все его спектакли, все то, что говорили сейчас, как она искала. Во-первых, в 1981 году она пригласила виднейшего польского хореографа Конрад Живецкий. Он сам ученик Марты Греем. И он поставил хореографию тоже в стил Марты Греем. И Маргарита от всего этого она училась, она понимала, она обогащалась. И ее творчество поменялось. И она могла ставить также классику, могла ставить модерны, могла ставить последнее, которое я танцевал, было в стиле Бродуэй, я танцевал с Аллочкой. Так что она была очень-очень разная, очень разная и очень интеллигентная. Она всегда приходила готова. То, что сказала Валерия, она работала с партитурой, она ставила у себя дома все по партитуре, она передала готовила, и она знала, это так будет так, это так будет так, но все у нее уже в голове, хореография была готова. Это не то, что нам не давало возможности, нам давало возможности обогащать, но уже вся база хореографии у нее была в голове. Очень музыкальная, очень музыкальная. У меня сохранилось, когда я уехал, у меня сохранилось несколько, тогда еще не было интернета, не было ничего, 90-й год, и у меня сохранилось несколько карт, мы переписывались до ее смерти, когда она уехала в Нью-Йорк, потом без носа поставила свои последние балеты в арабейске. Что говорит, я уже не расстраиваюсь. Давайте посмотрим следующие фотографии, по фотографиям будем... А это когда? Това вече са балетните години в Варна. Это балетните годы, когда она танцевала в Варне. Идем дальше. Идем дальше. Това са постановичен процес в Харков, в постановичен процес в Харкове. Идем дальше. Танцерите, които са работили с нея, Румен знае аз също, тя първо показваше много заразително, чисто актьорски. И освен това с страшно доброта, с страшно очарование и всички даваха всичко от себе си, просто от любов. Танцеры, которые работали, видели, что она со страшной заразительностью показывала, что им надо воспроизвести на сцене и с огромной любовью и доброжелательностью подходила каждому из них. И Румен это знает, и я это видела. и поэтому танцоры старались дать самое лучшее себе максимум, чтобы соответствовать тому, что им показывают. Давайте. Идем дальше. Ето това е от Дон Жоан в Харков. Это как раз Дон Жоан в Харкове. Давайте. Мы уже говорили. Дальше, да. Това е от Пасакалия на Бах от първата програма в Балета Рабеск. Една от четирте миниатюри, които са много различни като търсения. Бах е на палци. Тя прави симфония реквием на българския композитор Красимир Кюрокчийски, в който звучат стихове на българския поет Никола Вапцаров. И от небето се спускат вериги, върху които мъжете висят и се борят. Тоест това е един символ на борбата за свобода, а за нея това е било интересно, защото е могла да разработи вертикалното пространствено расположение. Давайте все-таки перевод сделаем. Это из цикла миниатюра, о которых я говорила, ее работа с арабеском, очень разные по стилю миниатюры, была миниатюра по баху, вот мы видим ее отрывок, на пуантах, дальше миниатюра вторая была современного болгарского композитора того времени Кюрокчеева на стихи Вапцарова. Интересно, что сверху со сцены спускались цепи и читали стихи, и Маргарите Арнаудовой это было интересно, потому что она смогла разработать и вертикальное пространство, и там уже мотив свободы, борьбы за свободу звучало. И вообще очень интересно, что она включала в свои балеты человечески голос. Это тоже новшество, которое вела Маргаритар Арнаудова. Много честно. Очень честно, да. Идем дальше. Третье, а третото парче е също така, като любопитство в тази вечер, е бразилска бахияна на вила Лобус, което е съвършено различно, като аромат и като стилистика. А третия миниатюрка е бразилска яда Вилологос. Это совершенно друга стилистика, совершенно другой аромат. Това е снимка от сътворението на света. Ние тъкмо, вървейки биографично, стигнахме до този момент, когато в годината, в която тя е поканена в балета Рабест, тя прави и в националната опера, с националния балет, тази постановка пренасе от Стара Загора. Толкова успешна е била тя в Стара Загора, че е канен да я направи с Софийския балет. Это сцена из Сътворение Мира. Има как раз, когда я описывала биографию, коротко разказвала об основных вехах биографии, Маргарита Арнаутова дошли до того момента, как она становится балетмейстером в трупи балета Рабест и переносят в национална опера в Софии постановку из Стара Загора, Сътворение Мира. Она казалась настолько успешной, что люди хотели ее видеть и вот национальна опера пригласила ее поставить там. Тя е направена по карикатурите, по цикла от карикатури на Жака Ефель. Это постановка, изделана по циклу карикатур Жака Ефеля. Тя е забавна, но по един очарователен и забавен начин всъщност тя се занимава с темата за израстването на човешката личност. Это очень забавна, но очень выразительна така постановка и главная тема центральная нить развития человеческой личности, ее взросления. Это такой знаменитый спектакль. Он был достаточно знаменитой версией Мариинского театра. Это действительно такая история рассказывает о жизни человечества, действительно сотворение мира, Адама, Евы. Я хочу вспоминать. Я свидетель в Кировском театре когда была премьера с Барышником, Солпаковой, Соловьевым. Соловьев был Богом, а Барышников был Адамом. И потом видел постановку в Софии Магитар-Нудовой. И это очень интересно, что вы видели обе постановки. Я видела только в Кировском театре. Но я в Кировском видел, когда еще Барышников был. Это уже с первым годом. Но они очень разные, очень разные, совершенно разные постановки. И Магитар-Нудовой, и Касаткина-Расилева. Очень интересно. Она вообще как-то умудрялась делать по-своему такие темы. По-моему, и когда шла речь о Болеро, или там тоже говорят, что она всегда умеет найти свой путь к материалу, совсем отличающих от классических. Или, по крайней мере, прочитанных до сих пор. Замичай. Сценографията е отново на Леонид Андреевс, който тя работи в Харков. Там висят облаци в небето на вериги. Отново вертикална композиция, просто паралела с Вапцаров и с веригите. По едно и също време тя се е вълнувала от едни и същи експерименти, чисто композиционно. Да, сценография Леонида Андреева и мы видим облака, которые спускаются над сценой на цепях. И тут мы видим это паралелие, стихотворение Вапцарова, это миниатюра с цепями с потолка. И тут цепи, то есть Маргарита Орнаудова в тот же период волновали одни и те же вещи. Мы видим эти паралелные образы. Идем дальше. Пролетно тайнство. Весна священна. Записа, който видяхме, това е от филма Пролетно тайнство. Постановката е заснета в киноцентъра през 80-та година. Тот отривочек, который ме показали, это постановка из фильма Весна священна. Бъл изделан кинофильм в киноцентри в 80-та година. Нейната версия е много различна от версията на Нижински, която стои в основата на създаването на този спектакъл. И много различна от популярната по това време версия на Морис Бежар. И балет Арабеск е гостувал в Брюксел с Пролетно тайнство. И версия Маргарита Арнаудовой намного отличается от той версии Нижинского, класической версии, балета, которая известна в то време или Мариса Бежара, очень известна и в тот период времени. Маргарита Арнаудова с Арабеска гостита в Бельки, Бюсселе. Тя е много по-славянска като трактовка, по-близка до до първичността до едни правремена и търси едно симфонично разрешаване на пластичността, така както в музиката. И ее версия очень славянска, очень настоящия, возвращающаяся к истокам, ищат симфоничность и выражение, симфоничность в движение, танца. И в Брюксел, така по-спомени на един от създателите на балета Арабеска, от танцорите, които са в основата му, Анастас Самев, един от големите ни солисти, много колоритна личност, казва, че в Брюксел журналист е казал, че ако не са виждали постановката на Морис Бежар, то това би било най-доброто пролетно танство, което те са виждали. И по-възпоминаниям едно му из солистов Арабеска, в Брюксел един от журналистов сказал, че те, кто не видели постановку Мариса Бежара, могат смело смотреть постановка Маргарита Арнаутове, то будет самое лучшее, весна священна и всех возможных. И още нещо, в същата вечер Арабеска изпълнявал и нестинарка, и продължението на този разговор е, че ако се търси обаче сравнение между пролетно тайнство и нестинарка, кое е по-доброто, той не може да каже. И дальше было продължение того же журналиста высказывания, потому что в тот же вечер показывали и нестинарку, и журналист сказал, что если сравнивать весну с священностной истинаркой, то он даже сказать не может точно, что ему нравится лучшее. Идем дальше. Отново пролетно тайнство. Тук трябва да кажем, че през целия си живот най-значителните си спектакли Маргарита Ернудова работи с един и същ художник сценограф. Това е Мария Трендафилова. Нейни са и костюмите и сценографията и на пролетно тайнство, и на нестинарка, и на още страшно много нейни спектакли. Това е сценография на Маргарии Трендафилова. И тут надо вспомнить Марию Трендафилову. Марию Трендафилову, сценографа, автора костюмов, художника по костюмам. И надо сказать, что Маргарита Ернудова работала почти весь свой период с Маргаритой Трендафиловой, Марией Трендафиловой. И вот здесь ее костюмы как раз мы видим. Дальше. Тоже весна священная. Идем дальше. Нестинарка. Това е в изпълнение на Румяна Маркова. Една от големите, може би, най-голямата звезда на Арабеск. И със сигурност звездата на балета Арабеск по времето, в което Маргарита Ернудова оглавява и работи с трупата. Румяна Маркова, една из звезд балета Арабеск, особенно в тот период, когато и въвъзглавляет Маргарита Ернудова. Именно в Унгария, където балета Арабеск гостува на фестивала Интербалет, който е най-голямото средище на театрите от бившия източен блок по време на социализма. Именно в Венгрии, где трупа балета Арабеска гостит на фестивали Интербалет, а это собрание театров, такой слет театров восточного блока. Там Румяна Маркова е сравнявана с Аурора Бош като изпълнение и като изключителност на таланта. Там Румяна Маркова сравнивает с танцем Аурора Бош как изключителни талант. Именно в ролята на Нестинарка. Именно в роли Нестинарки. Нататък. Далък. Ето отново Румяна Маркова. Тоже Румяна Маркова. Нататък. Ето това е новото поколение солисти на балета Арабеск във възстановката, която направихме през 2002-а година. Възстановка реконструкция балета в 2004-ом годове видите ново поколение танцора в балета Арабеск. Даниела Иванова, която и до днес танцува ролята на Демна. Изключителна балерина. Даниела Иванова танцует роля Демна. До сих пор очень подающа си балерина. Нея видяхме във Откъса преди малко, който пък е от тази година, когато направихме една програма от три спектакла на Маргарита Арнудова за да отбележим 80-годишнината от нейното рождение. Мы видели ее танец и в отрывки. Это отрывки из большой програма из трех номеров, которые мы сделали в честь 80-летия Маргарита Арнудова и которые специально отвечали в таким тържественным программам. Нататък. Дальше. Това е Ромей Жулиета отново в тандем с Мария Трендафилова и снова Мария Трендафилова санаграф. През 1979-та година отново Ромяна Маркова в ролята на Жулиета. 1979-та год Ромяна Маркова роль Жулиета изпълняет. Интересното за този спектакъл е, че той съвместява отново говоримото слово. Звучат стихове на Шекспир. И интересно об этом спектакле упомянуть, що опять же съвмещается с слова, каторое мы слышим. Там цитируется Шекспир, читаються его стихи, монологи. Костюма е решен наполовина изчистен и модерен, наполовина стилен в епохата. Интересно, що е костюм? Как би можна разделить на две половини? Половина е стилизация в съответствующие епохи, вторая половина в съвремен е костюм. Това е спектакъл, който се играе може би 10 години с огромен успех. Аз като днес го виждам пред очите си. Этот спектакъл играе в съборщи стилия с огромном успехам, неизменен успехам, как сей час я его вижу, он прямо меня перед глазами стейт. Но нямаме видео запазено от него, цялостният спектакъл, с изключение на един отказ, който е заснет от телевизият. Но, к съжаление, всевоспектакли в записи не е съхранилася, кроме одного от рывка, каторът був сделан на записан телевизиене. Нататък. Далък ще, пожалуйста. Отново, Ромео и Жулиета, може би Румен ще каже нещо, той също е танцувал. Может быть, Ромео что-то добавит? А с тугавости, раз болях, я заболел, я заболел и не танцевал Ромео. Но я помню один спектакль, я давал уроки перед спектаклем в компании и балетист, который танцевал в Парис, не приехал. И Магитетка мне говорит, давай, ты должен войти. Это было невероятно. Она сидела в кулисе и говорила мне, давай, левой ногой, правой ногой схвати, скавай, давай, давай. Я не знаю, это было в пять часов и в семь был спектакль. И так танцевал вот так Парис и Магитетка стояла в кулисе как суфлёк. И говорила мне, давай, руку подними, руку давай, вставай. Это был один такой невероятный спектакль. Я этого не знала, но я помню тебя как Парис. Идем дальше. А твои репетиции «Утромая и Жульетта»? Репетиция «Ромео и Жульетта». Да. Нататък. Дальше, пожалуй, стоп. Това е «Нощ срещу Еньов ден». Еньов ден е Иван Копала. Ага, «Нощ на кануне Ивана Копала». Да. Това е следния стинарка, следващия спектакъл, в който тя работи върху синтеза на българския фолклор и българската традиция с съвременния танц и с класическия танц. Последния стинарк ета следващия спектакъль, в къдео Маргарита Арнаутова работа над синтезъм българскава фольклора, българска народната танца с класически. Много интересно либрето на известния балетовет Виолета Косуова. Работнато заглавие на спектакъла беше Чумавото или сватба по време на Чума. Ага, рабочия заглавие, спектакля, название спектакля, българска, сватба въвреме Чума. Всъщност, празникът е нювден е фон на една сватба, на която Чумата, по време на Чума, Чумата се явява в ролята на годеницата, в червени одежди. И фактически едноч Ивана Копала е талиш фон, тоя сватба в време Чума, къде сама Чума является в роли невеста в краснах одежда. И отнема момъка, младоженеца от неговата годеница. Ет немает у невеста и ѝ възлюбленова. Интересно е, че това е по музика на Марин Големинов, но музика, която самата, това е камерна музика, най-абстрактната негова музика, която тя на колажен принцип е подредила в спектакл. Музика Марина Големинова, очень абстрактная музыка, Маргарита Анна Удова сама её организовала по принципу колажа, кугато муя показва, да, в самом спектакле. Кугато муя показыва, той оказыва, че много харесва своя нова балет. Когда она показывает композитору то, что у неё получилось, сам композитор говорит, мне очень нравится мой новый балет. Давайте чуть-чуть побыстрее, потому что время уже сбежи. Барьера. А, Барьера, это прекраснейший бежен на вода. Павел Беженов, това е първия български, първо, танцов театър, Парек Селанс. Тя го прави след връщането си от академията в Кьолм, Германия, вероятно, така, пропита от духа на тази традиция. И първия български танцер в театре и първия български современный спектакль на современна тема. Это Барьер по Павлу Веженову, первый в Болгарии танцевальный театр. Маргарита Арнаудова его ставит после возвращения из Кельна, после своего обучения, видимо, вдохновлённая какими-то веяниями. Это первый в Болгарии танцевальный театр и играние в таком виде театр. И напоминаем, что это музыка Ангела Коттен. Да, специално написана. И Румен Рашев танцува там Чичото на Доротея. Бих искала един интересен детайл само да спомена, защото ми направи впечатление, прочетал го скоро. Там има една много впечатляваща сцена на Лудницата. Ага, и Румен Рашев танцует дядю, роль дяди Дорофи. Очень интересна сцена с Машешева дома. Интересен детайл е как тя создаваше персонажите си. Там има два малуди, които играят един с друг, като единия играе на шах, а другия играе на табла. И интересно, как Маргарита Арнаудова создавала персонажи внутри этого сумасшедшего дома. Я недавно прочитала, что там было два персонажа. Один играл в шахматы, а другой играл на арде на той же доске. И те играют заедно, много впечатляваше спектакъл. Румен би могъл да разкаже. Румен мог бы разказать, може бъде больше. Конечно, это било само в то време такой ультрамодерни спектакъл. Там все начинали как нормальна жизнь. Там били секретарши, такив, като ни били в ботинках с этими скаблуками високими. Все било очень, как назовете танц театр. когда еще Болгаритова не было в то время, никто не знал. И к тому же Маргарита была первая, которая начала ставить на электронную музыку. До этого она поставила равноденствие на музыку Жан-Мишель Жар. Электронная музыка, и эта музыка тоже электронная. Так что это все было очень новое, очень... Иногда ее принимали вот так. Что это такое? Барьера сначала было очень так. Не понимали в Болгарии. Что это такое? Почему они на каблуках? Почему они не в пальцах? И все в пальто одеты? Что это такое? И почему меня атаковали? Потому что я лучший танцовщик. И там я танцевал этот уродливый дед дед изнасилов и с ума сходит потому что ее собственные дети изнасилуют. Это была такая впечатляющая сцена. Это сцен изнасилования. У меня есть некоторые фотографии с Валентины. Это невероятно было. Невероятно. Я вообще хочу добавить, потому что я сама выросла на балетах Маргариты Арнаудовой, что она воспитала новую публику. Она воспитала публику со вкусом к современному танцу, к современному балету. И вообще благодаря ей это не только спектакли хорошие, не только артисты хорошие выросли, а и мы как зрители выросли. Конечно. Да, имаше интересен подход при составление на программите на спектаклите на балет Арабеск. Там винаги имаше един много сериозен спектакл, дали от цветовната драматургия, като Ромея и Жулиета, дали музика сериозен композитор от класиката на 20 век. Втора пиеса, която обикновено е по-абстрактна, която обикновено е базирана на сериозна съвременна техника, като Адъжието на Конрад Жевецки, което арабески игра почти 20 години. И винаги третата пиеса беше специално създадена за млада публика. Именно това, което Румен говори по музика която Конрад Жевецки също постави, дали нейните още веднъж за любовта по музика на Вангелист, Бахи, Аранхуес на Родриго, дали Здравей Бродуей. Тоест, по този начин хората понякога идваха привлечени от шумното заглавие, но виждаха още две много сериозни неща от света на... Очень интересно подход к репертуар трупа балета Арабинск. Первъвъй номер обычно был на очень серьёзную музыку, это была тяжёлая классика, Ромен Джулетта или какая-нибудь великая композиция каких-нибудь известных композиторов. Вторая часть была очень абстрактной, то есть это была Дажо, например, которая игралась и исполнялась очень долго, и это совсем была другая техника, а третья часть была с расчётом на современную публику, это или Жар-мишет-жар, или по Битлз были созданы композиции, с расчётом на то, что молодые увидят вот это заглавие, заинтересуются, потому что всё на слуху, придут и вместе с тем, чего они ждут, увидят и какие-то известные номера из классики балета, и тем самым это то, о чём говорила и Ромен, и Майя, это воспитание публики. Давайте пойдём дальше, время бюджет. Ето, стигнахме до сянката. Да, мы дошли до сянката, по Андерсен Евгений Шварц. Всъщност, да, Андерсен Евгений Шварц. Същност, е нейна мечта да го направи още от института, още от Гитис. Её мечто е било сделать спектакль вот таким образом ещё со времён Гитиса. Доколкото аз знам, са водени разговори на времето с Шостакович и с Щедрин да напишат музика. И, насколько я знаю, вели си переговори с Шостаковичем и с Щедрином, чтобы они написали музыку. Но до това така и не се стига. Но, к этому ничего не разрешается в этом направлении. И в един прекрасен ден тя отива при композитор Александър Текилиев, с който вече е работила. Един от съвременните, тогава, много добрите български композитори. И сега в един прекрасен день она идёт ка Александър Текилиеву, една му из самых известных, самых лучших българских композиторов до сих пор. И му дава либретото на сянката и казва виж това либрето. Оставляете му либрето, тяни и просите его заклинать. Той се притеснява след като преглежда либретото, защото вътре в много гротесков план се третира въпроса за властта. И композитор начинает думать, что же ему делать, потому что когато просмотрел либрето, он увидел, что очень гротескно рассматривается въпрос с власт и он поднимается на повестку дня. Той казва, ще ни носат цигари в затвора. И он говорит, слушай, мы в тюрьме надо найти кто нам будет носить сигарета. Тя казва, ако ние не го направим, кой ще го направи? Маргарита говорит, если не мое, то кто? И така, той пише музиката заедно с нея, но той пише музиката в течение не найдена и семесяца. И композитор Александр Теклиев садится, пишет музыку вместе с Маргаритой, совещаются в 11 месяцев. Я только хочу прерывать, что это сам факт садится, пишет музыку феноменален, потому что он знаменитый композитор, его композиции в то время звучат в более чем 15-20 стран мира и сам факт, что она его так облучила и что он занялся этой музыкой и написал ее за 11 месяцев и даже я читала воспоминания, как он идет, оказывается, в одном доме жили, да? И как он идет с партитуры и говорит, все написал, это еще раз сила ее, ну, силы, человек, который внушает эту любовь и к своей идее другим людям, таким замечательным, как те Килиюш. Да, ну, ты сомневаешься. Наверное, Румин может сказать нечто о силе музыки, о репетициях тени. Это, 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 это тень, это репетиция, вот здесь стоит Бисер Дианов, сидит, который был тенью, Павлина Гелева, это в беленьком, это, это я там поднимаю ногу, это, это снова работала она с Марьей Циндафилевой, они были у тандем невероятной, невероятной, потому что Марья Циндафила лучейший в то время наш сценограф, сценограф, она была профессором в академии, и просто она так все понимала, то, что хотела Маргарита, так сразу все было сделано. И Текелев сам дирижировал, сам был на спектакль, и, как говорил мой, мой тест, это одно из лучших болгарских произведений того времени, музыка Текелева. К сожалению, тоже очень мало танцевал этот спектакль, потому что уже можно сказать, что Маргарита была так, как называется, ну, как все талантливые люди, всегда ее встречали немножко вот так, что это такое, что это такое. Как-то не всегда, ну, всегда есть враги, всегда есть враги, как-то не хотели очень ее принимать, и и когда тогда в Болгарии была мужская ноба, все хореографии были мужчиной, величайшие мужчины, и как-то ее вот так не то, что снимали, но не всегда принимали. Я знаю, как критиковали тоже легенды об озере, критиковали тен, критиковали барьеру, и все равно это осталось. Это осталось в классике болгарского театра. И хочу открыть одну скобку, Магитарин Нудова единственная, которая в 1986 году она была на год директором также в Арабельске, как и в Национальном театре. Она главила две компании, единственная в истории болгарского балета. Я наборолась за Арабельск, я слушала и читала, как Критимира Колдамова пишет об этом, как шла борьба, чтобы балет существовал, я не знаю, я не пойму, кому он так колол глаза, но это видимо параллельно существовала и такая борьба, что не истово у нее была конечно энергия. Защото Арабельск работеше при мизерни условия, зад паравани в коридора. Потому что Арабельск работал почти в нищете, в ужасных условиях, стояли ширмы, они работали в коридоре. Не, обличатся, приобличаха се в коридора, зад паравани. Ну да, то есть переодевались, не было гримюрък, переодевались вот за ширмами в коридори. И ползваха залата на музикалния театр в свободните от репетиции часове. И зал музикального театра использовался в свободни от репетиции часы. И винаги, когато се искаха условия за Арабельск, властвашите в момента в Министерството на културата, който и да е той, казваха, ами ние ще ги затворим. И кога просили улучшение условий существования тататруб, Арабельск, както бе ни бъл в Министерството на культура, кака бе ни бъла власть, ами все време обещали закрити татруб. И тя казваше, всяка година ни затварят. Свършва сезона и тя тръгва по учрежденията. И Маргарита говори, каждый год нас закривали. Заканчива се сезон и Маргарита Арнаудова обходила все учреждения. Да убеждава, да отстоява, за да може да започне новия сезон. Да го убедите от стоят труп, защото они могли начать новий сезон. И аз спомня така със смях в семейството се говореше, че так му образоват някой нов министр. Какви са нуждите на Арабельски, какво е Арабельск и те го сменят. И я помню със смехъм в семья коментиравали, що только я, говорит, Маргарита образовала, рассказала вот этому министру, какие, что необходимо Арабельску, какие у него требования. И раз, и министра сменили, нового надо обучать. Давайте долистаем быстренько, потому что нас осталось не более десяти минут, а я хочу и Маргариту, внучку Маргариты Арнодовой пригласить в наш разговор. Это тоже те, тоже те, это Евгения Крыстева, она была принцессой, другая наша большая балерина болгарская. Между другу-то музыка-то на Текелев е много сложна. И между прочим, музыка Текелева е очень сложна. И тя обичаше да работи с сложна музика, защото тогава идеите на музиката помагат на хореографията. И мама очень любила работа с сложна музика, потому что музыкальна идея помагает хореографията. Макарче казваше, че винаги е трудно да се работи с музика на живи композитори. Тя нам сега говорила очень трудно и тя направи една миниатюра, а даже из Керцо на Текелев още в първите години в Арабеск. И еще в первые годы работа в Арабеск и она сделала миниатюра даже из Керцо на Текелеве. Също български аромат върху палци и тази миниатюра обиколи целия свят. Тя се играеше с една дървена такава тояга върху която те изписваха всички държави и градове в които са пътували с нея. И она была на плантах но с таким българским ароматом и они взяли трость с каторая была частью спектакля и там надписывали на эти трости все государства все странные народы которые посетили а их было очень много. А где трости сейчас? Загубили се по време на турне балетния конкурс във Варне и той е награден за съвременна хореография върху българска музика. Но это балет специально создан для конкурса балета в Варне и он получает гранпри. Давайте закончим еще несколько автографий. Ето това са скити на Мария Трендафилова за Сянката. Наброски Мария Трендафилова и Етень. Нататък. Караци и дальше пожалуйста. И стигаме до спектакъла, който Десетът е завършена по музика на Малер, който тя прави през 1986 година и е направен за Бисердеянов това, отпред големия български солист, тантьор Бисердеянов. Да ходим до спектакля Десята е незакончена по музики Малера для Бисердеянова етен спектакъль в 86-м году. И тя постановила спектакъль недавно бъл показан тоже. Тя много държеше на този спектакъл, защото той третира въпросите на творчеството. Этот спектакъль бъл очень важен для Маргарита Ринаутова и в централен мотив е мотив творчества. И тя казва според спомените на Бисер, че иска когато умре този спектакъл да го изиграят. И по възпременение бисера, Маргарита още хотела после ее смерти, щоб этот спектакъль бъл сыгран. И действително, когато тя почина, те възстановиха този спектакъл. И правда, кога намерла, этот спектакъль бъл възстановлен. И сега, за пръв път от тогава, за 80- годишни нято, и ние възстановихме този спектакъл, като в ролята на Бисардеяновна твореца, поканихме премьер солиста на Националната опера Никола Хаджитанев. И сега, ме пригласили Никола Хаджитанев, възстановили етат спектакъль в честь восьминистилетия, във това програма, и съвсем по-другому он зазвучал, но он уже възстановлен и опят снова. Нататък. Далеше, след обучението в Вашингтон, там е поканена от, не в Нью-Йорк, а в Вашингтонския университет от професор Найма Прево. И тя прекарва там, мисля, че три месеца да не излъжа, като поставя фръвен... Да, извинявай, аз съпредставя. Да, извинявай, да. Ето Корин, глубоко в небе, последния ѝ спектакъль после обучение в Вашингтоне. Я дума, що три месеца она обучала си от Прево. И вот етат спектакъль възник. Тя се връща от там и първо прави Бродуейско шоу. Здравей, Бродуей! Плоткъси от мюзикъли, защото тя там изучава джаз и степ. И поскольку Вашингтонскамо университет она изучала и джаз и степ, по-възврещение в България она създава бродвейски мюзикъл. Здравей, Бродвей! Он называл се. И вот эти техники американски были включены в этот спектакъль. Това бяха много гладни години, точно след промените. И после политических изменений, политического режима в Българията били голодни годи. И с Здравей, Бродуей! Ние някак си оцелявахме. И благодаря Здравствуй, Бродвей! И вот это спектакльо мы как-то держались на плаву. Тя донесе едни степ-обувки, които бяха много скъпи. Мама привезла степ-батинки специально, и которые были очень дорогими. И по техния модел направиха такива метални научите за цялата трупа. И па тому, как они были изготовлены, специально смотрели по эти модели, сделали накладки металически, обойма для всей трупи. Тя направи екзерсис, степ-экзерсис, обучи трупата. Она създала специални упражнения по степу, обучила трупове и технико. Пренесе екзерсиса, който е изучавала там. Да, да, понятно, що она перенесла автото технико, по-що изучила, то показала трупи. И след това направи спектакъла. И после това създала спектакъль. И веднага след американския спектакъл тя каза, че сега, когато всичко в България е за лято с американска култура. И сразу после спектакля она сказала, що сейчас, в тот момент в България кишит американска культура, тя изпитва необходимост да направи нещо българско. Она изпитува особо необходимост сдела, щото е българско. И същата тази техника, която беше усвоила, направи спектакъла Корен дълбоко в небето, който е направен върху български джаз. И ту техника американска, която она усвоила, перенесла в Българио, она е сделала совершенно друго спектакъл, Корен дълбоко в небе, па българска муджаза. Там е Лдаси Брахимова, Теодоси Спасов, така великолепна колекция музики джаза. Милси Левиев, конечно. Великолепни български джаз мени и една класическа, е едно класическо произведение, концерт за цигулка на Милко Коларов и на колажен принцип тя създаде този спектакъл. Джазмен е България плюс Милко Коларов, ето класически концерт для скрипки и колажни принцип, как съчетаватся от эти мелодии, от эта музика и образуват с цели спектакъл. В който тя вече с всичките познания и всичките си търсения в областта на създаването на такава танцовална форма, която да е базирана на фолклора, българския и националната традиция, но със съчетанието на всички съвременни техники, които тя вече познава. И там уже съчетаватся и глобачайши познания фольклора, танцовальнах, фольклорнах техник, плюс съвременнах техник, танца, американских, от тях нових техник, все это съчетаватся въедино. Тя създаде един спектакъл, в който битовите сцени, в които има очарователни моменти от бита, от обичаи, от такива характерни за приказките, за песните, българските ситуации, герои, персонажи. И там уже бутови сцени, характерни для сказък, традиционни персонажи, сказачни герои, какието ритуальни действа, възсъздаваеми фольклори. Се трансформираха и преминаваха в едни мистични сцени, в които бяха населени от самодиви, змейци, бродници, всичките тези митични персонажи от българската митология. Трансформируется, переходит в такие мифологические сцени, населенные всеми персонажами из българской мифологии, из българского фольклора. Это и самодива, и дива, и водяные феи, и какието другие существа. И все это съединено въедино. Алиси, дорога. Това създаваше, в последна дума, това създаваше едно усещане за безвремие и за български космос. И это създает одно такое ощущение безвремя, болгарского космоса. Спасибо большое. Просто время пролетело. Как вам не странно, это уже почти два часа. Я очень бы хотела попросить Маргариту, это внучка рядом с Олесей, которая, я не знаю, понимает ли она по-русски, но видела, она, наверное, видела, я даже точно помню, летом она видела спектакль Маргариты Арнудовой, который восстановлен на 80-летие. И что ей было более близко из всего, что было показано на этом спектакле. Кое от това, което видяла в спектакла през лятото в памет на май, с хореография на Маргарита Арнудова, ти беше най-скъпо и най-близко като сегашно възприятие? Ами, понеже аз не я познавам лично, понеже съм се появила няколко години по-късно от колкото трябва, винаги съм събирала някакси образа и от различни ситуации, от това, което хора са ми казвали, и обще от дори погледа им, как ме гледат, като знаят, че съм нейна внучка, и от спектаклите и също, това, което съм виждала и всеки път се удивлявам, в смисъл за мен е като точно образ главата ми, който винаги ми е за пример и някакси ме вдъхновява, когато сама не мога да си намера вдъхновение. Аз, койко я никога не знала, много едиторна удово, я появила с нискакъв гадеми пози, в тази момента кака она уже умерла и я поэтому все време събирая ее образ из разных источников, из разных мнений, смотряя ее спектакли, я пытаюсь понять, как бе она смотрела на меня, как на своя внучка. Для меня это было самым ценным, я все време, когато се прикасая с ее искусством, я все време удивляюсь, для меня это открытие большое, я очень рада, бъде внучка, и для меня вот ее образ, который я сама по ниточкам събирая, е очень ценен и дорог. И всеки спектакъл го оценявам отделно, не само защото оценявам го и като чисто авторското и виждане, което успява в всеки път да предаде. Понеже аз се занимавам с други неща, да е, но чисто композиции, като цялостен вид на тази натворбита и винаги намирам нещо, на което да се научила, всъщност. Аз научила много в някакъв смисъл от нея. И каждый спектакль для меня представляет особую ценность, ее видень, ее трактовки, поскольку я сама занимаюсь искусством, для меня это всегда отдельная вселенная, отдельный космос, и всегда я нахожу что-то интересное, что-то новое, спектакль, и есть чему поучиться. Добрый день, дарьяк. Наверное, время дать Кате слово, потому что буквально у нас осталось пять минут. Пять минут, да. Да, с необыкновенным интересом слушала сегодняшние выступления, сегодняшних наших гостей, и хочу сказать большое спасибо Олесе Пансекиной, которая настолько детально постаралась представить творчество Маргариты Арнаодова, и большое спасибо Роману, который настолько дал почувствовать ее как человека, и как человека искусства, наверное, да, какое-то личное такое прикосновение к Маргарите вот через вас произошло. И, конечно, мы здесь говорили о феномене великого человека, о феномене великого болгарского хореографа Маргариты Арнаодовой. Если подводить, мне выпала такая честь, да, подвести какое-то некое небольшое резюме, что собрал этот феномен, да, из тех сказанных слов, то я бы сказала, что настало время осмысления ее фигуры как человека искусства, именно женского взгляда и женского подхода к своему творчеству, к своему мастерству, как к некому раскрытию космоса для зрителя, для самой себя. И это постоянное обучение. и обладая знаниями академического балетного искусства, вот так апеллировать новыми современными образами, графикой, экспериментом с музыкой и так далее, это, конечно, удивительно, когда ты смотришь со стороны, и даже сейчас это кажется очень современно, и хочется больше и больше и больше узнавать и смотреть. На данный момент, мне кажется, что сегодняшняя программа должна перерасти в какое-то еще материальное наследие и продолжение нашей беседы может быть в виде статьи, которую будет писать Валерия Федотова, искусствовед, которая выступала ранее, может быть родится какая-то новая книга, и это вдохновит исследователей еще и других. Это невероятная связь с истоками, несмотря на современно переданные образы, связь с истоками, оно, конечно, заворачивает. и и конечно, я каждому желаю переосмыслить искусство в виде просмотра, может быть, сегодняшней передачи, просмотра каких-то роликов в Ютубе, да, и прикоснуться к самим постановкам Маргариты Арнаутовой, открыть для себя что-то свое, тем более она оставляла для зрителя всегда эту часть самостоятельного открытия и творчества. Большое спасибо тебе, Майя Промотарова, за то, что ты находишь прекрасные сюжеты и прекрасных героев, с которыми встречаются наши зрители, и, конечно, тебе, Маша, за прекрасный искусственный и литературный перевод с болгарского языка. Большое спасибо всем, я очень рада, что наша женская серия продолжается, и это какие-то женщины, которые вне стереотипов, у них сильный низкой характер, это очень яркие персоны болгарского искусства, и я очень рада, что мы нашу серию на этот год закончили именно персоной, как Маргарита Арнаутова. Всем до свидания, спасибо. Большое спасибо. Будьте здоровы.